здравствуйте напишите плюс все кто зашел на урок сегодня важный урок мы это обсуждали еще в сентябре как раз у вас будут эти проверочные работы лучше всего на этот легче все баллы можно получить на по этой теме у нас есть основные правила кем у нас есть основные правила я не очень полезно именно при умножении у нас есть вот например здесь в первом выражении если мы умножаем то степень просто прибавляется суммируется вспомню пока там минус к либо можно это записать таким образом к минус а зависит от того что больше n или к но уходите можно и это и первое второе и первое правило спросить второе как вам удобно далее а в степени и b в степени можем записать таким образом 4 что еще умножение деление 5 еще тут что происходит степенью они умножаются либо суммируются обычно ученики путают путаться здесь на самом деле можно легко маленький пример взять например почему это число равняется 2 в степени это 1 это 2 2 в 3 будет окажется то есть если вы суммировали их то ваш ответ был такой 2 в четвертой степени но это неправильно это неправильно поэтому нужно именно умножать то есть если вы когда-нибудь вы забудете правило либо этот будет сомнение возьмите маленький пример и используйте его 2 в 3 степени это 8 поэтому умножаем так это такой пример у нас теперь что что делать с радикалами то есть когда у нас есть корни квадратные корни кубические корни вас по определению в определению данное выражение можем записать таким образом м на к то есть степень идет в числитель а к идет знаменатель то есть показатель корня к она уходит в знаменатель сюда далее мы можем использовать все эти пять правил тут точно так же как раньше давайте решим вот это упражнение первое нужно представьте выражение в виде корня так это можно записать каким образом если хотите можем начать например этот ну пусть будет так по определению можем так записать теперь 2 минус 3 степени равняется чему это у нас 1 8 правильно да далее вы можете записать это таким образом если хотите ну так каждый из этих урок но утверждение правильно зависит от того где вы хотите остановиться то здесь я разделил их то есть да мы использовали следующее правило а делим на б можем так записать в 4 делим на хорошо степень идет сюда знаменатель в степени функции теперь делим на если хотите можете записать это таким образом 5 в в тратия а минус 2 давайте запишем тройка идет сюда каст b квадрат и г то есть эти упражнения они довольно простые все следует просто из вот этого выражения то есть смотрим на это это равенство используем шаг за шагом здесь единица идет сюда тройка это показатель корня далее c квадрат идет сюда 7 это показатель корня и так это было повторение повторение теперь нам нужно этот вы у вас есть доступ к youtube каналу правильно там вы можете пересмотреть видео то есть во эту необходимость дело в том что у нас 25 минут вам необходимо заходить на youtube и пересматривать и все переписывать шаг за шагом следующее упражнение они важны то есть обратное действие что можем делать здесь так во первых эти корни можно разделить сюда 5 7 сюда отдельно можем записать вот так и по определению по определению степень идет в числитель степень корня знаменатель то есть вот так это равенство есть далее у а первая степень затем это равенство есть и x 3 7 давайте еще раз запишем знаменатель 8 то же самое сделаем в b как здесь лучше сделать давайте делаем так можно раздельно сделать либо вот так сделать можем это а квадрат а чему равняется это выражение может написать в чат здесь кстати единичка есть в степени сколько нет 1 4 показатель степень 4 же далее используем правило степени прибавляются оказывается так 2 плюс 1 4 это сколько нас 9 четвертых используем наше правило степень пишется вверх сверху степень корни снизу сократим троечки вот так попробуйте вы самостоятельно решите вам две минуты так нам вот так вот 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 никто еще не нашел да напишите просто степень степень чем уравняется в вам остается найти степень здесь нет правильно степени прибавляются да если прибавить эти дроби то получим следующее то есть нужно уметь прибавлять дроби да должно быть очень легко если у вас есть проблемы с этим я советую зайти ну взять учебник 5 что у класса и хорошенько повторить то есть мы с вами дроби не будем проходить правильно в 11 классе я думаю что таких нету но если есть то советую хорошо где можно можете самостоятельно попробовать делать решить далее задачку почитайте решить давайте отсюда чеша довольно непростая задача но я думаю что сегодня нужно ее пройти итак для начала у вас есть числитель здесь что можно вынести за скобки подумайте над этим и знаменателя что можно за скобки вынести у вас есть две минуты что можно за скобки вынести с единичкой за на стоп а можно можно вынести за сомневался уже на стоп а Спасибо. Правильно. Числили. Самой маленькой степенью. Правильно. Вынесли. Еще минута у вас. Продолжение следует. Хорошо. Давайте такой пример рассмотрим. Здесь, например, что можно вынести за скобки. Этот пример не относится к задаче слева. Во-первых, в первом выражении и во втором есть x оказывается, то есть можно вынести x. Когда вы выносите за скобки, нужно рассматривать самую маленькую степень. Так, самую маленькую степень нужно рассмотреть. Что меньше, единица либо 3? Единица, да? x степень 1 можем вынести. Далее, y оказывается есть и слева, и справа. y вынесем. Какая степень наименьшая? 1 третья. Теперь, когда вы выносите за скобки из первого выражения, первое выражение, x уходит полностью, а у y со степенью отнимаем 1 третью. То есть остается 2 третьих. Со второго выражения, второе выражение, x со степенью 1 выходит со скобки, степень уменьшается на 1, 3 минус 1 это 2. Плюс, а и все, y полностью исчез. Когда вы раскроете скобки распределительным свойством, вы можете убедиться, что равенство сохраняется. Точно так же эту же идею мы используем здесь. Для числителя. Какое число наименьшее? 7 третьих есть, оказывается. 5 третьих, единица. Это степень а. Во всех трех выражениях есть а. b нету в первом, например. А есть и в первом, втором, третьем. Теперь рассмотрели степени. 7 третьих, 5 третьих, единица. Какое число наименьшее? 7 третьих это 2 чем-то, правильно? 5 третьих это больше единицы. Единица, да. А в первой степени выносим за скобки. Теперь с каждой степени отнимаем единицу. 7 третьих минус 1 это будет 4 третьих. 5 третьих минус 1 это будет 2 третьих. Здесь а полностью уходит. 4 третьих. Теперь рассмотрим знаменатель. Тут какие у нас степени. Так, а везде выходит, оказывается. А, да. Так, степени посмотрим. 5 третьих, 4 третьих, единица и 2 третьих. Мне кажется, 2 третьих будет самое маленькое число. Давайте вынесем. Здесь останется 3 деленное на 3. Минус а. 2 на 3. Минус 1 третье. Плюс b. Кстати, прежде чем считать, мы можем, оказывается, сократить вот эти выражения. То есть, степени посчитайте. Так, 1 минус 1 третье минус 2 третьих. Потому что, когда делим, отнимаем. 1 минус 1, а в степени 0 это 1. То есть, все эти выражения, три штуки, сократят заказ. Далее. В первой скобке, на что это похожа формула? Кстати, 3 деленное на 3 это 1, да? Знаете, вот здесь поменяю. На что похожа эта формула числителя? Квадрат разности. Да, квадрат разница, но здесь три выражения. Нет, это напоминает. А, квадрат разности. Да, 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 правильно. Квадрат разности, правильно. Правильно. Только в этом случае, в знаменателе у нас, ой, в числителе, 2 третьих должно быть и b 2 третьих в квадрате. Вот так. Как по вашему, что будем за знаменателем делать? Метод называется группировкой. Можем сгруппировать и вынести за скобку. То есть, 4 выражения делим на 2 группы по 2 выражения. Когда вы вот так на 2 группы разделили, теперь можем здесь одну степень вынести. Во второй группе можем вынести 2 третьих. Так, группировка работает, она очень эффективна. У вас есть общий делитель. Так, поместится здесь. Пробуем. Квадрат. Так, этот общий множитель вынесем за скобки распределительного свойства. Используя распределительное свойство. 2 третьих минус b 2 третьих. Как видите, здесь они похожи, да? Сокращаются. Сокращаются. Мы почти у решения. Только один шаг остался. Какой? Так. Давайте степень зону напишу. Что можно здесь сделать? На что это похоже? Опять-таки похоже, не опять-таки, а на другую форму похоже. На эту разность квадратов. Что здесь двоечка стоит сверху. 2 в третьих это то же самое, что в одной третьей здесь квадратик. То есть это выражение равняет следующему. Так. Выражение сокращается. Остается такое. Так решаются такие задачи. Это может понадобиться, наверное. Да. Дизайн ЕГЭ может какой-нибудь. Раньше на улице тоже такие задачи были, а сейчас нету. То есть уже много лет такие задачи не дают. Но пока вы решаете такие задачи, вы все абсолютно свойства или методы можете повторить. Потому что маленькая ошибка ведет к тому, что вы теряете огромное количество времени. То есть одна ошибка в знаке будет означать, что вы потратили 20-25 минут лишних или 15 минут. И после этого вы начинаете ценить каждое действие. Но вы начинаете перепроверять. Пока вы будете перепроверять, вы поймете или вспомните очень много. У вас будет еще домашнее здание до субботы. То есть пятницу ночью закроется уже. Ну, до пятницы, скажем. Пятницу, до пятницы, пятницу ночью закроется. И вот я вам рекомендую ЯКласс проверять почаще. Плюс напишите все, кто на уроке был быстрее. Чтобы знать, кто остался до конца урока. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...